МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите мировые новости на канале ОТС. В студии Алексей Кузьмин. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах предстоящего выпуска. ООН принял решение ужесточить санкции в отношении Северной Кореи. Чем провинился Пхеньян и как ответил на принятые ограничения? Зараженная земля, погибшие люди, отравленная река. Сколько компания Самарка выплатит властям Бразилии за техногенную катастрофу, которая произошла в ноябре прошлого года? Суд над санитаром СС, который служил в Освенциме, отложили. В чем обвиняют бывшего фашиста? Теперь об этих и других событиях расскажу более подробно. Северная Корея оказалась перед угрозой новых санкций со стороны Совета безопасности ООН. Они нацелены на лишение необходимого финансирования ядерной программы Пхеньяна. Новые ограничения были одобрены единогласно 2 марта на заседании СБООН. Как сообщается, это самые жесткие санкции в отношении КНДР за последние два десятилетия. Санкции были приняты в ответ на недавний запуск Северной Кореи, ракеты со спутником и проведенное в стране подземное ядерное испытание. «В резолюции, которую мы сегодня приняли, отмечается, что все ресурсы КНДР направлены на безрассудное и упорное стремление страны создать оружие массового уничтожения. Наращивать ядерный потенциал власти Северной Кореи хотят больше, чем растить собственных детей». «Сейчас важно сосредоточиться на том, что последует за принятием резолюции. Набор предусмотренных санкционных мер весьма жесткий. Но при этом документ оставляет КНДР возможность вернуться в шестисторонний процесс, который должен быть безотлагательно перезапущен». Санкции предусматривают запрет на импорт из КНДР железной руды, угля и таких ценных металлов, как титан и золото. Считается, что доходы от них идут на финансирование ядерных программ Пхеньяна. Экспортировать в страну теперь запрещено авиатопливо и все виды вооружений. Документ также предписывает, чтобы все грузы, идущие в КНДР и обратно, проходили инспекцию. Ранее проверяли только подозрительные. В ответ на принятие ограничений Северная Корея 3 марта выпустила несколько ракет уменьшенной дальности в сторону Восточного моря. Тем временем Япония и Южная Корея поприветствовали санкции. «Наше правительство вместе с другими странами будет прилагать усилия, чтобы заставить Северную Корею отказаться от её ядерной программы, а также чтобы положить конец тирании и ущемлению свободы и прав человека в стране». Премьер-министр Японии объявил, что его правительство будет выполнять все положения резолюции и сотрудничать с другими странами. «Резолюция также затрагивает вопросы прав человека. Разрешение вопроса с похищениями японцев властями КНДР – это главный приоритет моего кабинета. Япония будет призывать Северную Корею разрешить этот вопрос, а также вопросы запуска ракет и ядерных испытаний». Отдельным пунктом в документе выделен запрет на поставку в КНДР таких предметов роскоши, как часы, яхты и снегоходы. Как предполагается, при помощи дорогих подарков глава КНДР пытается добиться расположения членов правящей элиты. Время платить по счетам. Горнодобывающая компания «Самарка» выплатит властям Бразилии 6 миллиардов 200 миллионов долларов на устранение последствий техногенной катастрофы. В ноябре прошлого года в штате Минос-Жерайс произошел подрыв дамбы, которая сдерживала тысячи тонн токсичных отходов с одной из шахт «Самарка». В результате погибли 19 человек, а в реку Риудоси попали большие объемы отравляющих веществ – ртуть, мышьяк, хром и марганец. До 2018 года компания обязалась выделить на честные работы 1 миллиард 100 миллионов долларов. С 2019 по 2021 годы сумма штрафа достигнет 400 миллионов. Затем компания должна будет инвестировать средства в долгосрочный план по восстановлению окружающей среды. Он охватит период в 15 лет и включит пересадку деревьев и выемку заражённого грунта. Аварии уже признали худшим экологическим бедствием в истории страны. «Сегодня, через четыре месяца после катастрофы, которая принесла и продолжает приносить людям страдания, мы приветствуем это соглашение с «Самарка». Оно стало частью процесса по устранению последствий аварий для населения и очистке окружающей среды, включая реку Риудоси, в которой всегда была жизнь. Мы хотим, чтобы эта жизнь сохранилась». «Самарка» – совместное предприятие бразильской «Валиэса» и австралийско-британского гиганта BHP Billiton. Как ожидается, покрывать все расходы компании и владельцы будут совместно. Оговорённая сумма не включит расходы на компенсации пострадавшим семьям, а также на выплаты по другим гражданским искам. Как сообщалось ранее, после прорыва дамбы бразильский суд заморозил активы BHP Billiton – крупнейшей в мире горнодобывающей компании. Правда или фикция? Судебное заседание по делу бывшего санитара СС Губерта Завки, служившего в концлагере Освенцим, отложено из-за его состояния здоровья. Слушания должны были пройти в немецком городе Нойбранденбург. 95-летнего Завки обвиняют в причастности к убийствам 3681 человека. Они произошли в период с 15 августа по 14 сентября 1944 года. Тогда в Освенцим, также известный как Аушвицберкинау, прибыли 14 эшелонов с узниками из Польши, Словении, Греции, Германии и Нидерландов. Завки не отрицает, что служил в СС, однако утверждает, что не участвовал в убийствах. В обязанности подсудимого входило лечение руководства СС. При этом прокуроры говорят, комната медика находилась рядом с дорогой, по которой узников ввели в газовые камеры. Они также утверждают, что Завки ежедневно видел дым, идущий из труб крематория, и не мог не знать, что там сжигают людей. При этом обвинители не доверяют заключению врача подсудимого. «Мы не уверены, что оценка его способности предстать перед судом правдива. Поэтому в ходе основного слушания мы решили, что оценку будет давать компетентный специалист». В 1948 году Губерт Завки уже представал перед судом в Польше. Тогда за службу в СС его приговорили к четырём годам лишения свободы. Отбыв наказание, он вернулся в Германию. Новое расследование по делу бывшего эсэсовца инициировала немецкая прокуратура. В концлагере Освенцим погибло более 1 миллиона 200 тысяч узников. Большинство из них были евреями. Среди погибших также 15 тысяч советских военнопленных, 75 тысяч поляков и более 20 тысяч цыган, а также представители других национальностей. Это мировые новости на канале ОТС. И вот, что вы увидите далее в программе. В Лондоне открылась выставка работ великого флорентийского мастера Боттичелли. Сколько картин представили и в чём их особенность. В Дубае презентовали катера и прогулочные яхты из 55 стран. Чем они уникальны и сколько стоит новинка? Трёхместная субмарина. Переосмысление Боттичелли. По таким названиям открылась выставка работ великого итальянского живописца в Лондонском музее Виктории и Альберта. Взором посетителей представили более 50 полотен флорентийского художника. В их числе рождение Венеры, паллада и кентавр, портрет молодой женщины, а также картины на религиозные темы. Сандро Боттичелли родился в 1445 году. В 17 лет пошёл учиться живописи. Первые картины начал писать спустя три года. Слава к художнику пришла в конце 70-х годов 15-го столетия. Он начал получать множество заказов. Один из них поступил из самого Ватикана. По поручению папы Боттичелли написал для сикстинской капеллы три фрески. «Боттичелли был одним из любимых художников Медичи, для которого он создал мифологические картины, такие как «Рождение Венеры». Кроме того, он много писал на религиозную тему. Он работал для папы римского в сикстинской капелле, задолго до того, как Микеланджело расписал её свод». Боттичелли отдавался творчеству почти до самой своей кончины в 1510 году. Затем работы художника предали забвению. «Боттичелли выпал из поля зрения почти на 300 лет. Его творчество заново открыли в начале 19 века». Это крупнейшая экспозиция картин Боттичелли из когда-либо проходивших в Великобритании. Шедевры художника эпохи Возрождения можно будет увидеть до 3 июля этого года. Новые модели прогулочных яхт и катеров представили на международной выставке в Дубае. Производители из 55 стран. Шоу проходит здесь уже в 24-й раз. И в последние годы число участников растёт. «В этом году на выставке более 800 участников, что стало для нас новым достижением. Здесь пришвартовано около 450 яхт и катеров. По сравнению с предыдущим годом рост составил 5-8%. Это хороший знак». Нидерландская судостроительная компания представила свою 47-метровую супер-яхту «Осия». Она укомплектована двумя дизельными двигателями, способна развивать скорость до 22 км в час и преодолевать в автономном режиме более 7 тысяч километров. Представители компании говорят, что именно такие яхты пользуются популярностью на Ближнем Востоке. Однако появился спрос и на более крупные суда. «Раньше мы не были готовы к этому, но теперь можем поставлять 80-метровые яхты. В настоящее время мы строим новый док на верфи, и со следующего года можем начать строительство лодок длиной от 80 метров». Ещё одна моторная мегаяхта построена итальянским производителем. 42-метровое судно оборудовано двумя дизельными двигателями мощностью по 1450 лошадиных сил каждой. Яхта развивает скорость до 30 км в час и может без дозаправки пройти почти 7,5 тысяч километров. На её борту есть даже бассейн. Стоимость судна – 20 миллионов евро. Компания, основанная в Арабских Эмиратах, представила 14 своих судов, в том числе 4 яхты. Это крупнейший судостроитель на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. «Жители этого региона любят проводить время на воде. Они не просто отдают дань роскоши или сезону путешествий. Эти люди любят выходить на яхтах каждую неделю. И это хорошо для нашего бизнеса». Несмотря на спад в мировой экономике, организаторы шоу говорят – в Арабских Эмиратах рынок роскошных яхт по-прежнему процветает. На выставке также представлены и другие достижения в области морского строительства. Трёхместная субмарина Sea Explorer 3 может погружаться на глубину до тысячи метров. Цена подводного аппарата – 2,5 миллиона евро. Выставка продлится до 5 марта. С вами был Алексей Кузьмин. Смотрите мировые новости на канале ОТС и интересных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова